Всем доброго утра! Как говорится, то пусто, то густо. Судя опять в хоум дипа с утра. Знаете, я хочу, сейчас расскажу, что я хочу купить. Хочу купить семена. Я собралась же сажать свой щавель, щавель, в общем. И хочу еще кое-что посадить. Хочу еще посадить знаете что? Хочу посадить укроп. Осталось только найти семена. Розмарина у нас много. Хочу еще мяту. Вот есть укроп, но какой-то он, знаете, для засолки, что ли. Так, мяту хочу. Вот такую, наверное. Сколько стоит? Сколько стоит? Два доллара. Вот такой вот. Так, ореган. Так, я, знаете, еще хочу еще. Вот этого всякого петрушка. Кинза очень много. Здесь она стоит дешево все это. Вот смотрите, шалфей есть. Шалфей. Я хочу еще базилик. Вот его я хочу вырастить. Вот надо только найти его. Вообще можно, конечно, тут все понасажать, но мне же это все не надо. Вот есть базилик, смотрите. Рукола, кстати говоря, тоже. А вот есть базилик такой, сладкий написано. Есть вот такой. Давайте вот такой возьмем. Сладкий. Вообще я хотела бы, а рукола бы я тоже вырастила, честно говоря. Но мне грядки не хватит на все это дело. Где укроп-то еще? Укроп-то надо тоже. Или лучше руколу. Укроп тоже дорогой тут. Но укроп можно, в принципе, в китайском магазине покупать пачками большими. Не всегда он есть. Но его тут тоже его нету. Что-то в наличии. Кроме того укропа, который там как будто для засолки. Сейчас смотрите, может быть еще есть где-то семена. А, вот еще есть. Так, мята такая. А, кстати, мята какую я взяла. Вот такую я взяла мяту. Пеппермент, спермент. Наверное, лучше вот такую взять. Хотя не знаю, может быть и такая тоже пойдет. Так, петрушка, розмарин, шпинат. Но этого добра тут действительно. Где укроп? Товарищи, где укроп? Вот еще семена всякие. Это все, кажется, по 2 доллара они стоят, семена эти. Тут цветочки всякие. Так, кинза. Сельдерей можно вырастить. Но сельдерей тоже. Шпинат. Я еще, знаете, думала редиску. Но редиска тоже, в принципе, много места занимает. Где укроп? Вот как так? Где укроп? Укроп-то где, ребята? Укропа-то нету. Слушайте, его не то, что тут дорого купить. Его еще и не вырастешь, потому что семена. О, во! Вот есть, смотрите, есть вот такой мамос. Мамос. И еще вот такой как ферн лиф. Вот какой из них лучше? Вот этот мелкий, да? Этот такой длинненький, да? Не знаю. Какой лучше? Какой лучше? Ну, на вид. Потому что есть еще вот какой-то, знаете, вот такой. Вот он вроде бы тоже называется мамос, но на картинке, не знаю, вот тут должны, по идее, они на картинке делать так же, как и должен в жизни быть. Мне кажется, вот такой вот лучше. Короче, взяла вот такой, посмотрим. Мне бы, конечно, еще одну грядку. Скажи, ты еще одну не засадила, а уже вторую хочешь. Мне еще нравятся здесь цветы. Это живые. Вот, сегодня у меня к вам просьба поделиться рекомендациями. Вот я хочу возле зеркала, там вот в углу поставить какой-нибудь живой цветок. Какой посоветуете? Такой, чтобы вот можно было его там на две недели уехать в отпуск и не переживать, что он там умерет, засохнет. Вот, потому что к нам особо никто не наездится поливать. А с другой стороны, чтобы он был как бы не сильно размашистый, ну, что-нибудь типа вот такого. И в то же время, чтобы он создавал какую-то атмосферу зелени. Вот посоветуете, пожалуйста. Вот я вот тут прям прошу у вас совета дельного. Потому что с цветами я не очень как бы так вот разбираюсь, особенно с вот такими большими комнатными. Но вот сегодня мне нужна прям ваша помощь. Пошла посмотреть, есть ли здесь. Это другой Home Depot, это Sunny Valley. Сейчас вот Юра отвезла на работу и заехала в Home Depot в Sunny Valley. Хочу посмотреть розу в горшке, которая такая вот, как это называется, дерево, роз дерева. Потому что они в разных Home Depot, разные бывают, точки. Поэтому хочу посмотреть, есть ли тут что-то такое. Дерево, роза. С утра никого нет особо. Вот дерево, роза. Роза, дерево. Вот смотрите, одна такая стоит рядом, а вот дерево. Смотрите, какие розы красивые. Стоят 40 долларов. Так, вот такую вот мы купили в прошлый раз. Вот такого цвета. Они так красиво там расцвели, раскрылись. Где еще есть деревья, розы? Вот, я так понимаю, вот это тоже дерево. Они будут тоже такие вот, как вот у меня сейчас, желто-красные. Так, где еще деревья есть? Их не так много, кстати говоря, этих деревьев, роз. Так, вот еще. Какого цвета она будет? Какая-то тоже с красненьким. Давайте посмотрим. Ага, непонятно. О, тут выбор, кстати говоря, лучше. Но только непонятно, какого цвета они будут. Блин, а как ее везти мне? Куда ее поставить? Это дерево. О, дерево, смотрите. Или это не дерево? Нет. Это дерево, да? Вот с такими вот цветочками. Красивыми. Нет, дерево вроде бы, да? Перевязано же сюда. Да, дерево. Красивые, да? Так, это дерево, это, кажется, не дерево, это просто белые розы. Тоже красивые. Так. Ну что скажете? Так, туда не проберешься, да? Вот все, смотрите, какие есть деревья. Тоже типа розы. Так, здесь больше, кажется, нету деревьев. Здесь просто кусты. Ну, тут здесь прямо огромный выбор. Красивые такие. Мне кажется, мы здесь первые розы, которые покупали, первые розы мы покупали здесь. Так. Ну, вот эти будут точно такие же, как у меня сейчас. В таком горшке маленьком. Вот этот вот тоже красивый. Вот этот вот мне нравится. Нравится определенно. Блин, ну я не знаю, как мне его везти. Как мне его в машине везти. Этот непонятно, какого цвета будет. Тоже хороший. Да, а вот еще стоит. Ну, он такая миленькая, да? Вот такой вот цвет, и тоже похоже на ту, которая у меня сейчас есть. Да. Вот эти тоже непонятно, какого цвета. По-моему, бело-розовые. Бело-красные, я бы сказала, даже. Не написано, вот какого цвета она конкретно. Красная, говорит. А, написано красная. Красная. Вот здесь вот что написано. Тоже красная, говорит. А здесь что написано? Оранж. Ну, вот оранж, это вот этот цвет. Да. В общем, есть варианты. Теперь осталось как-то это транспортировать. Но я, наверное, сама не поеду. А, вот еще какая-то есть, смотрите. Тоже красная. Да какая? Ладно, в общем, с Юрой приеду, потому что мне это надо будет как-то в машину грузить. Надо будет, наверное, как-то пол, что ли, разбирать. Вот еще, смотрите. Тоже оранжевая, да? Типа Орнич, наверное, написано. Тоже красотка. Где еще есть? Так, здесь уже роз нету, да? Ну, ладно. Я думаю, что мы еще купим. Конечно, хотелось бы. Но как ее запихать? Может быть, ее в ноги поставить? Пока никакого нету у меня в машине. Но для нее нужен горшок, да? Большой потом. Ну, красивая же, правда? Вот эта тоже красивая. Смотрите, какой цвет красивый у розы. Прям шикарный. Так. Что, брать? Как думаете? Надо тележку взять. Вот такая еще есть. Но мне кажется, вот эти цветочки, они очень быстро будут обсыпаться. Так, ну что, добыла я тележку. Ну, и вот думаю, взять эту розу. Или... Или какую? Или вот эту взять. Что? С ней все нормально. Хочу посмотреть, все ли хорошо с розой. Тоже красивая. Она такая тоже оранжевая. Тоже красивая. Мне кажется, вот эту я возьму. По этапам такая же похожая. В общем, это называется orange blend. Это значит такая с переходом. А это называется тоже orange blend. А, но они одинаковые. Просто мне у этой больше нравится ствол. Мне кажется, он получше, чем вот у этой. Вот он вот этой такой тоненький-тоненький. Хотя выглядит она тоже неплохо. Ладно, все, короче говоря. Беру эту. Упаковала розу на заднее сиденье. Только сюда она влезла. Смотрите, как эти розочки распустились. Которые мы сейчас с Юрой покупали. Пахнут просто потрясающе. Вы не представляете, какой аромат. Вы прям подходишь к дому. И запах вот этих роз просто потрясающий. Кота, видите? Соседский этот кот постоянно ходит, изучает, что у нас тут меняется. Видите, цветок поставила, розу вытащила из машины. Он вокруг нее походил, посмотрел, что это такое новенькое тут появилось. Деловой такой. Сейчас сидит, не знаю, что делает. Шугливый. Но это постоянно, регулярно ходит на инспекцию. Кто по балкону ходит на инспекцию. Теперь суда пришел. Эй! Кс-кс-кс! Не услышит, наверное, через окно. Сейчас дверь открою, убежит. Кстати, мы же купили вот эти вот golden berries, называется. Золотые ягоды. Ну вот, на самом деле, это физалис. Единственное, я вот помню, у нас физалис был, знаете, такой более оранжевый. Этот больше такой желтенький. Ну, оранжевый, светло-оранжевый. У нас был более оранжевый на даче. И он такой был с горчинкой. Здесь прям написано, что он сладкий. Но написано, что это тропическое, продукт колумбийский. Может быть, конечно, ну, похож на физалис, потому что привкус физалиса прям, ну, есть. Но он такой, очень легкий, не такой активный, как вот у нас на даче был. Ну, не знаю, может быть, я путаю, конечно, но вкус именно как у физалиса. Ну что, пойдемте сажать. Вот видите мне, Юра тут, сейчас я покажу вам, не знаю, показывала или нет. Прикрутил, в общем говоря, он болтами этими, саморезами. Болтами, саморезами. Вот, видите, прикрутил он со всех сторон, чтобы ничего никуда не провалилось. Так, сейчас у меня главная задача, самая тяжелая, это насыпать землю. Мешок ужасно тяжелый, но я думаю, что я его по чуть-чуть насыплю. Смотрите, еще переставила сюда бегонию. Вот она вроде ожила. Что я могу сказать, все с ней хорошо. Это вот, которое мы купили, которое было закрытое, прям в горшке уже. А это, которое я сама сажала. Ну, не знаю, когда цветочки будут, но будем надеяться, что им тут хорошо. Здесь вот тенечек почти весь день. Так что нормально будет. Вот, а грядку, наверное, потому что кое-каким травкам надо будет, чтобы было частично солнце, кому-то полное солнце. Поэтому я поставлю так, чтобы было, видите, тут тень от забора. И я думаю, что красным тут хорошо будет. Так, ну что, земли я насыпала. Думаю, что давайте сначала первые посадим щавель. Все остальные, в общем, я почитала. Здесь они 1,4 инча. В общем, 1 сантиметр, не больше, надо сделать такие луночки и туда посадить. Щавель, кстати говоря, написано, надо сажать чуть-чуть поглубже, по-моему. А, нет, наоборот. Наоборот, 1,16 это прям вообще практически на поверхности. Так, говорит, надо... Можно прорастить в воде. Ну, в смысле, намочить салфетку водой там, посадить салфеткой вместе. Но мы будем так сажать. Поэтому просто придется немножко подольше подождать. Нормально, в общем говоря. Так, вот эти прям вообще по одной штучке там надо сажать. Мяту. Мяту, базилик по одной штучке. А укроп, наверное, можно, в принципе, и почаще подсеять. Так, мне надо как-то разделить, конечно. Щавель, наверное, побольше посадим. И укроп, а этот базилик и мяту посадим поменьше. Единственное, все, конечно, такие запашистые. Ну, ладно. Давайте сначала разберемся с щавелем. Посмотрим, как он там выглядит. Куда делали свои инструменты? Не знаю. Надо искать. После переезда вообще еще не все нашли. Вот, натехватник открыли, чтобы можно было все запаковать. Так, ну, понятно. Написано, 500 семян. 500 семян в одном пакетике. Я очень мелкий-мелкий. Так, давайте. Давайте, наверное, рядочками. Рядочками посадим. Такими. Я вот так вот чуть-чуть и совсем сделаю. Чтобы их там сильно не закапывать. Чтобы они тут не разлетелись. Летелочко есть. Чуть-чуть беру. Не знаю, как он там сходить будет. Посмотрим. Здесь что-то подсею. Я думаю. Наберу вот так сделаю. Потом здесь наполью. И еще поддон вот этот вот, через эту штуку, нальем воды. Все, верю, тут надо будет еще подсыпать. Так. Главное, потом я не забыть, что у них где растет. Запоминаю. С левой стороны у нас щавель. Так, здесь. Теперь. Теперь будем сажать, наверное, рядом с щавелем. Базилик. Базилик. Я просто думала, как-то пахнет. Друг от друга не наберутся запахов. Так, подождите. Базилик. Так, у меня здесь надо порвать. Порезать. Потому что я чувствую, что здесь семена есть. Как здесь семена? Забились. Да, точно. Так, верю. Вот, все-таки длились. итальянские семена это очень потому что хорошая черный джон укропчик 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 пока так и мяту на то не хотела господи больше иконе одному более глубокий на стаде помешивала все можно поливать вот там уже на литур воды вот такой же идиот говорится Налила вот здесь вот тоже воды через вот это вот устройство, поддон у него с водой. Сейчас наверное я эту грядку поставлю на солнце, потому что здесь у меня прям совсем тенечек. Все красота, пусть прорастает. Хорошо когда грядка на колесиках, вообще так удобно, передвину без всяких усилий. Вот смотрите, хотела показать. У нас кто-то спрашивал, кто-нибудь здесь что-нибудь стрижет. Вот видите, вот эти колючки все вот здесь вырубают. Я услышала, думаю, что тут долбят. Смотрю, пришли рабочие и вот вырубают. Тут у нас прямо возле дома вырубают эти колючки под окном у нас. У нас сегодня мощная распаковка. Я правда не знаю, это коробка такая или на самом деле, потому что там лежит, она столько места занимает. Так, ну понятно, коробка в коробке. Наша любимая рубрика. Вытащу это все вот сюда, потом вам покажу, что здесь у нас есть. Вот тут все такое объемное. Так, давайте начнем сначала. Простите, у меня там на фоне стригу траву. Вот такую штуку заказала. Это похоже, это диспенсер для мыла, но он для того, чтобы мыло делать такой пенкой. Это для Макса ванны. Тоже фирмы заказала, что и на кухню, но с другим принципом работы. Я правда не знаю, обычное сюда надо жидкое мыло заливать, или какое-то специальное. Так, кому интересно, фирма называется... Фирма называется... О господи! Не знаю, как фирма называется. Представляете? Название фирмы... Вот еще какая-то китайская. Так... Не поверите, написано автоматический диспенсер для мыла. Лао Пао, кажется. В общем, наверное, лао Пао. Так, вот такой диспенсер. Наливается сюда мыло, я так понимаю. И... Ну, в общем, когда буду использовать, покажу вам. Так он довольно... Не знаю, по-моему, 350 миллилитров здесь, насколько я знаю. Да, 350 миллилитров жидкости наливается. У него такой, знаете, матовый пластик, очень приятный. В общем, когда я его наливаю, покажу вам, как он работает. Так, внизу еще что-то есть. А, зарядка есть. Вот, зарядка USB. USB Type-C. И есть, не знаю, что... Это, наверное, знаете... Наверное, клеить на стенку, потому что здесь вот такая... Вижу, штука есть. Вот так вот. Клеить на стенку, и вот это, вот, видимо, вот так вот ставится. Подставка. Ну, короче, не очень надежная, конечно. Ну, хотя, вот ты подносишь руку, он же сенсорный, и там, в принципе, ничего дольше не надо. Так, ну, короче говоря, вот такая штука. Здесь пластик для мыла. Следующая посылка. Сейчас будем удивляться вместе. О-о-о, да. В общем, продолжаются украшательства. Это ваза для цветов. Кто-то говорил, что мне цветы Юра не дарит. Ну, полный дом цветов. Стоять некуда. На самом деле, я люблю в горшках цветы. А, смотрите, какая классная Прада. В общем, она такая белая-черная. Модерн. По-моему, стоила она что-то около 15 долларов, что ли. Такая ваза. Интересная, да? Мне прям нравится. И я под эту вазу заказала еще горшки. Сейчас, постой, покажу вам. Горшки для цветов. Вот у меня есть вот эти вот тещи лизы, которые надо пересадить. И я хочу пересадить. Ну, здесь эти горшки и есть. Все проложено. Да, это они и есть. Посмотрите. Они все с разным рисунком, но тоже бело-черные. Почему я вот такой рисунок выбрала? Потому что эти горшки будут стоять у меня возле камина. А ковер у нас вот с таким вот принтом. Ну, вот с таким ровником. Мне показалось, будет классно сочетаться. Вот такой горшок есть. Вот еще вот такой. И вот такой. Классные, правда? Такие вот четыре горшочка. Четыре горшка тоже стоили что-то около двадцати что ли долларов. Точно не помню. Ну, кому интересно будет, я потом могу ссылку на Амазоне дать. Где в других местах купить, я не знаю. Но на Амазоне есть. Они с поддоном. То есть есть там дырочка. Все нормально будет там с тренажом, с отводом воды. Вот такие вот горшочки для цветов. Как раз вот у меня есть два цветка, которые надо пересадить. А эти куда-нибудь еще. Еще два тоже какие-нибудь цветы комнатные приобрету. И тоже посажу. Мне кажется, супер горшки. И вот с этой вазой тоже. Ну, вазу это на стол. На стол для цветочков. Она, правда, вот эти белые, а она немножко такая кремовая. Ну, ничего. Нормально. У меня просто ваза понравилась. Вот этот вот рисунок. Вот. Такая вот у нас распаковка. Налила я мыло. Причем, знаете, мыло налила вот такое вот антибактериальное. То есть оно не сильно само по себе пенится. Сейчас проверим, как это работает. Оу. Ничего себе. Такая прям мягкая-мягкая пена. Классно. Мне кажется, вот даже вот, я не знаю, тут есть режимы или нет. Надо посмотреть. Потому что в тех диспенсерах, которые на кухне, там ничего не пенится. Но там есть режимы. Побольше, поменьше дать тебе жидкости. Здесь, наверное, только один режим. Сейчас проверю. Но классно вообще. Работает отлично. Нет, режимов никаких не нашла. Нашла только вот отверстие для подзарядки. А так больше ничего вроде бы нету. Наконец, у меня руки дошли до салата. Салат. Не знаю, как называется. В общем, для него нужна будет обязательно кинза. Да. Не петрушка. В общем говоря, нужна будет кинза. У меня тунец какой-то, какой-то желтый. Ну, тут любой тунец, в общем говоря. Помиду. Ой, огурцы. Авокадо. Авокадо надо два. Но у меня один, потому что у меня только один более-менее созревший. Лук красный. У меня шалот. И, естественно, соль, перец по вкусу. И какое-нибудь вкусное масло. Можно оливковое. Можно масло авокадо. Это виноградные косточки. В общем, какие хотите. Вот. Что есть. Все это просто режем. Это все кубиками режем. И смешиваем. И едим. И наслаждаемся, главное. Салат готов. Забыла вам сказать, что сюда надо еще добавить лимонный или лаймовый сок. Ну, немножко. Где-то, наверное, меньше половинки лимона. И все. Можно есть. Вообще свежий, с другой стороны, белковый, потому что есть рыбка, салатик. Некоторые еще в этот салат добавляют помидоры. Но мне и так вкусно. У нас здесь необычная вещь пришла. Никогда не догадайтесь, что это и для чего. Мы решили сначала распаковать, посмотреть, все ли с ней нормально. А потом уже вешать. С какой стороны открывается, да? Наверное, вот здесь. Ничего себе, как она упакована. Странно. Коробка в коробке. Легкая? Да, ничего. Кто здесь? Цветочек. Слушай, это реально перья. Ромашка. Не маленькая? Да, нет. Нормальная? Вот эта ромашка у нас будет жить над камином. Ну, точнее, это не ромашка. Это зеркало с перьями. Просто похоже на ромашку. На одном шурупе. Серьезно? А, ну там, значит, это... Она, на самом деле, металлическая. Наверное, вот где-то здесь, по-моему... А, нет. Прикреплена она. Да, вот. Просто боюсь поцарапать. Да, аккуратненько, пожалуйста. С другой стороны выше. Надо теперь центр выбрать. Центр я имею в виду относительно горизонтального центра. Вы про неподверье. По высоте. По высоте нормально. Да? А центр, наверное, центр камина, а не центр стены. Потому что, мне кажется, тут разница. Ну, разница чуть-чуть есть. О! Повесилась! Ура! Ура! Он не свалится? А то вдруг на одном болте висит. Ну, прикольно. Она, правда, такая не сильно заметная, да? Слишком белая. Я не свалилась. Может, покрасить? У нас слишком сливая. Покрасить перья во все цвета радуги. Нет, ну тут еще будут цветы. Я же цветы тут еще... Цветы сейчас, подождите, поставлю. Вот, смотрите. Мне кажется, с цветами очень даже неплохо смотрится. Я, правда, цветы только поставила в горшки. Надо их будет пересадить. Ну, землю поменять. И еще я поменяю светильники. Ну, то есть один точно поменяю. Он тоже должен скоро прийти. В общем, пока что как-то так. А вот с этого ракурса лучше видно. Потому что перья, получается, они все белые. Конечно, хорошо было бы, если бы они имели немножко какой-то оттенок. Ну, все перья были не просто белые, а с какой-то тенью. Когда тень есть, то классно смотрится. С Юрием Алексеевичем решили прогуляться. Зима я включила, да, Свет? Прогуляться перед сном. Сейчас выключу. Вы куда? Сразу такой, вы куда? У нас вот контролер. Родители, вы куда? Цветочки прекрасные. 21 градус, говорит. 20 уже. Вообще чудесно. Мы даже в шортах. Мы в шортах, да? Да. Или только я. Я просто не обратила внимания. Посмотрим, как у нас тут подсвечивается комьюнити вечерами. Думаю, не особо. Ну, нет. Вот смотри, видишь, вот фонарь есть один. Он там вот. О, далеко там фонарь. Давай, давай, хорошо. Не говори. Прекрасно. А воздух какой? Нет, на трейл не пойдем, потому что надо было одеть штаны. Там тоже колючки. Ну да, по кушерам-то в ночи добираться. Смотри, какой этот розовый закат. Сиреневый. Да, вспышка сама по себе включилась. Но зато видно, какой закат. Красивый. Нет, чуть-чуть подсвечивает. Подсвечивает Юра, подсвечивает. Вот Юра сейчас подсветил. Слышишь, птичок? Слышишь? Да. Это птички? Или люди? Слышишь? Слышишь. Вот у нас в обратную сторону будет очень приличный воркаут, да? Да. Потому что мы сейчас идем вниз-вниз-вниз, а потом будем по горке сбираться вверх. Вообще будет чудесно, конечно. Ну, зато, как сказать, вечерняя активная прогулка. Смотрите. Олени. Ты сейчас вспышку распыдаешь. Да нет. Ты же, конечно, не достает дохода надо. Олени идут через дорогу. Они тоже идут туда же, куда и мы идем. Наши друзья. Смотри. Смотри. Они реально себя чувствуют, я не знаю. Ой, он перепрыгнул через этот забор прям. Ага. Один перепрыгнул. Сейчас второй тоже будет прыгать. Смотри. Смотри. Раз, два. Давай. Прыгай. Чего ты стесняешься? Опа. Перепрыгнул. У нас такая красота такая. И мы поняли, что у нас комьюнити просто огромное. Вот здесь вот тоже вот эти вот дома. Вот здесь. Вот тут они тоже все к нашему комьюнити относятся. Мы, представляете, дошли до той горы, которую видно из наших окон. Помните, вот тут вот зеленая сначала была, а сейчас она пожелтела. Юра там ищет, как на нее подняться на эту гору. В общем, вот видите, вот эта тропинка через кусты. Но это, я так понимаю, не основной путь. Где-то есть другой. Но сегодня мы его искать не будем, да? Еще не тропинка. Тут вообще мы посмотрели такой классный район. Представляете? Смотрите, тротуары. Вот здесь вот есть тротуар. Давай по этой стороне пойдем. И вот, смотрите. Тротуары есть везде. Вот сейчас мы шли. Тротуары есть везде. От самого нашего дома. Нет, у нас там с одной стороны. У нас с одной стороны. Здесь просто места больше. Видите, что-то дорога пошире. И тротуары с обеих сторон. Вообще супер. Как вот они вот... Ну все-таки умеют, да, проектировать иногда по уму. Потому что очень много где, вот в старых особенно городах, нет тротуаров. Вот в Лос-Альтисе нет тротуаров вообще нигде, по-моему. Кроме даунтауна, наверное. Ну вот здесь вот в Беррии, сколько мы это, тротуаров не так много. Посмотрите, какое дерево из роз. Вообще обалденное. Это такое широкое. Красота, и все цветет. То есть, мол, как у... Да, как у обычного. Вернулись домой. Классно прогулялись. Да, ступеньку надо подсветить нам тоже. Все, всем спокойной ночи. Вернулись глазки. Красота... Стасти. Стастиенки. Стасти.